В прошедшую субботу Большой зал Дворца Республики встречал всех любителей большого искусства. В гости к приднестровскому зрителю приехала оперная труппа Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу. На спектакли побывала и наш корреспондент. На приднестровской сцене вновь артисты из Кишинева. На этот раз они приехали с оперы Евгения Онегин. Декорации, костюмы, грим, свет, музыка Чайковского и, конечно, филигранное оперное исполнение. Все это зрителя отправила из 21 века в век 19-й. Сюжет, знакомый каждому еще со школьных лет, представили лучшие солисты театра. Вместе с ними хор и оркестр. Основные партии исполняют опытные артисты, лауреаты конкурсов. Но главная роль партии Онегина досталась молодому Виталию Мачунскому. Для него это дебют на приднестровской сцене. Волнение, безусловно, потому что это дебют. Я к этой роли только сейчас, к 30 годам решил прикоснуться. Я был очень осторожен с этой ролью. Это очень опасная роль, она очень сложная. То есть много надо держать в памяти, надо отдаваться здесь по полной программе. Уже совсем скоро оперу Евгений Онегин увидит европейская публика. Труппу Национального театра оперы и балета ждут гастроли и участие в зарубежных фестивалях. Там отмечают артисты и режиссер театра. Они надеются получить такой же теплый прием. В общем, конечно, слава Богу, что все прошло хорошо. Мы очень верили в то, что все пройдет хорошо. Надеемся. Теперь предстоит у нас этот спектакль везти в Румынию на фестиваль в Краево. И думаю, что там тоже мы не ударим лицом в грязь. Замечательная публика. Мне очень понравилось. Тепло принимало. Это главное. Главное, что была отдача, что чувствовалось, что то, что мы исполняем, то, что мы несем, оно встречается благожелательно и доброжелательно. А уже в эту субботу, 17 октября, Дворец Республики вновь будет встречать гостей из Кишинева. На этот раз балетную труппу со спектаклем «Кобелия». Мария Пантазий, Денис Гуляев, Первый Приднестровский телеканал.